Всем привет! С вами Субботин и у нас пятый день японской диеты. Морковка с лимоном. Морковку кто как любит есть. Я ее люблю есть, когда она натертая, чтобы зубы не сломать. Или чтобы пломба не отвалилась у кого-то. В общем, когда она натертая, тогда она, конечно, поприятнее. Две моркови будет достаточно, в принципе. Кто хочет, может увеличить дозу до трех, сколько угодно. Хотите хоть пять моркови съешь. На обед у нас сегодня рыба, томатный сок, вечером фрукты опять. Завтра у нас курица. Будет интересен, будет, так сказать, такой питательный день. А потом можно будет ходить в спортзал, после курицы. И теперь, что мы делаем с лимоном. Такой завтрак, вот столько моркови достаточно, на самом деле. Дверь прям за глаза вам хватит, чтобы наесться. Да, ни в коем случае не надо, ни в коем случае нельзя что-то там заменять. Должно быть все по графику, по расписанию. Так, морковка и лимон. Лимон можно нарезать. Можно немножко подавить. Ну, если хотите, можете есть лимон, если вы любите его, потому что его, ну, я так, не всегда. Иногда в охоточку я все-таки... Вот такой у нас, в принципе, завтрак. Ммм... А неплохо, знаете? Морковь с лимоном, это что-то... Просто необычно. Попробуем лимон. Немножко он полезный, там ветоминок много. Бодрит. Вечером вчера забежал в магазин, купил свежие рыбы в Лидделе. Не знаю, как называется, но на вид очень вкусно. Сегодня попробуем ее первый раз. Пожарюсь. Томатный сок... Томатный сок не буду делать. Да, кстати, томатный сок не покупайте в магазинах, потому что в томатном соке есть соль. Но если вы будете рыбу есть с томатным соком, который вы купили в магазине, то японская деда вам не поможет. Не будет результатов. Нужно именно... Просто возьмите лучше, замените томатный сок на помидоры, две штуки вам хватит. Мягко пошла. Одним лимончиком догонимся и все. Завтрак на этом будет завершен. Вот так у нас пятый день японской диеты. Я все еще держусь. Представьте, что он будет со мной через 13 дней. Сколько мы будем весить килограмм?